Всем привет, с вами Дмитрий Гриценко, и сегодня я хочу показать вам одну интересную, красивую тактику в Эншпиле. И вообще, в принципе, у меня есть идея показывать некоторые такие вот короткие тактические позиции с неочевидными решениями, которые мне попадаются либо же на сайтах типа Лечес, либо Ческом, когда решают тактику, либо в книжках каких-то, либо просто где-то, допустим, даже я вижу периодически в шахматных новостях, на сайтах и так далее, подобные задачки, и хочу ими делиться с вами, задачки будут довольно короткие обычно, но тем не менее решение у них красивое и, мягко говоря, не самое очевидное. Итак, в этой позиции ход белых, понятно, что белые пешки идут вверх, черные идут вниз, и задача белых выиграть. В этой позиции постарайтесь найти решение, вот, то есть можете поставить видео на паузу, и, соответственно, решить это, конечно же, без меня. Ну что ж, я надеюсь, что вы так и сделали, и давайте разберем, как же здесь нужно играть белым. Ну, прежде всего, конечно же, напрашивается взятие на b5, но это неправильный ход, такой ход приводит только к ничьей. Тогда черные съедают ладью, и белые проводят пешку первыми, но, опять же таки, они проводят пешку без шаха, черные успевают поставить пешку на поле a2, и за счет того, что это крайняя пешка, мы все знаем, что с крайней пешкой при положении короля, где-нибудь далеко от этой пешки, в положении белого короля в данном случае, получается очень легкая ничья. То есть черные просто прячутся в углу, ну, то есть, допустим, белые ставят шахи, черные всегда уходят королем на a1, и получается, что либо будет пад в этой позиции, либо просто черные проводят ферзя и делают очень легкую ничью. Поэтому прямой вариант взятия, он, конечно же, логичный, но он не выигрывает. Что еще тоже могут пробовать белые? Это уйти куда-нибудь ладьей, там типа ладья f1, ладья g1, но тогда в этой позиции белые могут только проиграть, потому что черные съедают пешку на поле a4, у белых очень далеко король, и если просто бежать королем, то сейчас уже белые рискуют действительно проиграть в этой позиции. Допустим, здесь, если не сыграть так, то, допустим, черные проводят ферзя уже, и в данной позиции мы видим, что уже, в общем-то, белые точно не выиграют, но вот даже я так подозреваю, что могут и проиграть, потому что у черных есть такой ход, как король b2. Отрезается король, и пешка вообще проходит в ферзи. Ну, справедливость ради ничья у белых все-таки была, давайте вернемся назад, то здесь можно было вместо этого хода сыграть ладья f2 шаг, и если король уходит кто-нибудь сюда, то ладья f1. То есть такая вот ничья у белых все-таки есть. Но опять же, это белые уже играют на ничью, поэтому попытка сохранить ладью и уйти к кому-нибудь просто там на линию f, на линию g, подальше от короля она в данной ситуации не работает, потому что слишком далеко белый король, и, конечно же, в этой позиции одна ладья никак не справится с двумя пешками черных, ну и тем более, что, в общем-то, эти пешки еще и поддерживаются королем. Здесь выигрывает неочевидный ход, не знаю, нашли вы его или нет, надеюсь, что нашли, это ход ладья a3. Такой вот нестандартный ход, который не каждому вообще придет даже в голову, но, тем не менее, очень интересная идея. Тут у черных есть, по сути, только два логичных хода, это взятие ладьи, либо ход b4 пешкой, ну, ход b, а совсем, конечно же, без зубы, потому что тогда мы съедаем пешку на a4, следующий ход у нас ладья a5, и далее легко выиграем позицию король и ладья против короля. Поэтому ход b, а совсем не имеет смысла, имеет смысл ход либо король a3, либо b4, ну, покажу оба хода, начну с более принципиального, с хода король a3. Но тогда разница в том, что мы съедаем пешку на поле b5, и теперь король стоит у черных неудачно, то есть приходится идти королем на линию b, и далее важно то, что в данной позиции после хода b8 ферзь мы объявляем шаг черному королю, черный не успевает поставить пешку на поле a2, и это уже выигранная позиция, но тоже давайте покажу механизм выигрыша, то есть мы здесь подходим вот так вот лестинкой к королю черных, вот, и далее в какой-то момент мы все равно попадаем на поле b4, это ключевое поле в данной позиции, и после короля a2 делаем любой выждательный ход королем, допустим, король g3, далее приходится черному идти король a1, это по сути у них был субсванг, вот, ну и далее после ферзи a3 пешка теряется, и белые тоже побеждают, вот, так что поэтому после, сейчас вернусь назад, после хода ладья a3 взятие ладьи не работает, можно сагать черным b4, вот, но такой ход тоже проигрывает, здесь у белых простой план выигрыша, это съесть пешку a5, для этого ладья куда-нибудь уходит подальше от короля черных, допустим, на поле g3, ну и далее план ладья g5, ладья a5, черным, по идее, нужно толкать пешку, пешку b другого плана вообще не видно, ну и тогда мы в любом случае за пешкой a заходим, и как бы то черные не сыграли, мы в любом случае съедаем пешку на поле a5, и очень важно, что пешка на поле a4 выживает, то есть черные не могут одновременно и ладью выиграть за свою пешку, и съесть пешку на поле a4, то есть они одно из двух могут сделать, Допустим выиграть пешку на поле А4 Здесь, да, но тогда получается тоже выигранная позиция Либо же, конечно же, если король идет помогать своей пешке То тогда мы ладью отдаем за эту пешку Ну, за ферзя нового, да И понятно, что далее белый ферзь тоже проходит И, соответственно, белые в этой позиции побеждают Так что такая интересная, нестандартная позиция Еще раз ее покажу То есть в этой позиции начальной мы делаем ход ладья А3 Только такой ход выигрываем И главная линия такая, заманиваем короля на поле А3 И затем пешка проходит на Б8 с шахом И белые выигрывают в этом эндшпене Ну что ж, надеюсь, что эта партия вам понравилась Еще раз скажу, что в будущем я планирую делать подобные видео И на русском языке, и, возможно, даже на английском То есть у меня же есть еще второй канал Кто, в общем-то, хочет, тоже можете подписаться Но на русском точно буду это делать По крайней мере, задачи интересные И они как раз-таки тоже показывают всю красоту шахмата Всем тогда спасибо за просмотр И до скорых встреч